Здравствуйте, уважаемые наши подписчики! Сегодня мы с вами находимся в Первомайском сквере, в городе Новосибирске. В Первомайском сквере грядут огромные подвижки. Здесь будет реконструкция за счет налогоплательщиков на несколько миллионов рублей. В Первомайском сквере у нас здесь произрастают различные деревья. Но, как выступила представитель мэрии, они сказали, что здесь будут пилить все деревья, которые аварийные, которые не подходят под стандарты. И у нас здесь есть такая достопримечательность, где люди эту любимую березу, кривоствольную, посмотрите, любят ее. А мэрия сказала, что все деревья, которые не подпадают под стандарт, то есть менее 45 градусов, они будут спиливаться. А вот давайте пройдем оператора, сейчас мы попросим сказать, подойдите сюда, посмотрите, как человек какой-то сердобольный взял вот эти подпорки, сделал. Взял вот эти вот деревянные подпорки, сделал, чтобы эта береза не упала. Посмотрите, как здесь вот все сделано красиво. Да, она под стандарты не подходит. Конечно, ее надо спилить. Но, ребята, если мы будем и такие вот деревья спиливать, то тогда что уже у нас останется? К сожалению, мы имеем то, что имеем от власти. Вспомним вот эти детские, закон о детских снежных горах. Что у нас сделали? Горки запретили у нас делать в России. Вот, давайте посмотрим вот на эту березу. Мы с вами находимся в Первомайском сквере и будем отслеживать, чтобы кровавые руки чиновников не спилили вот эту березу. Давайте пройдемся сегодня у нас по скверу Первомайскому. Сейчас будем говорить, чтобы у нас оператор не упал. Здесь у нас вот есть такие... Мы просим, чтобы в сквере, в котором мы находимся, в Первомайском сделали сцену. Сейчас вот операторам мы попросим, чтобы он прошел вот сюда. Проходим вот сюда. Мы находимся возле центрального фонтана. Здесь у нас есть площадки. Как видите, вот нам оператор показывает, здесь гуляют люди и так далее. Просто сделать нам сцену. Для чего? Для того, чтобы проводить публичные мероприятия городские. И в том числе, чтобы здесь выступали уличные музыканты. Пойдемте дальше пройдем. Как вы видите, сквер этот не избалонован подсадками. Все деревья уже действительно некоторые старые. Но молодых мы здесь не видим, чтобы подсаживали. Вот сейчас есть идея перекрытия улицы Ленина. Для того, чтобы сделать там какой-то арбат. Но давайте посмотрим на вот этот вот сквер Первомайский. Очень много места, где можно проводить различные публичные мероприятия. Городские мероприятия, музыкальные мероприятия, художники и так далее. Вот сквер. Ничего не надо перекрывать, никакую улицу Ленина. Если этого мало и недостаточно, есть сквер у нас театральный. Перед нашим любимым оперным театром. То же самое. Очень много места. Ну и третье место, конечно, невостребованное. Это молодежный театр Глобус. Там очень много места. Тоже можно все это проводить. Но нет, у нас обязательно что-то делают такое, чтобы все перекрыть, срубить и сделать. Вот сейчас он нам сделает панорамку. Вот это мы находимся в сквере. Вот, видите. Он не избалован у нас подсадками свежими. Как вы видите. Мы просто просим, чтобы здесь ничего не трогали. На наши миллионы налогоплательщиков, горожан, чтобы просто здесь подсаживали деревья. Вот сейчас за несколько десятков миллионов запланировано здесь на реконструкцию этого сквера. Что здесь можно еще сделать? Асфальта здесь, класс, не надо. Все, брусчатка положена. Давайте еще подойдем. Еще одна досопричательность у нас здесь есть. Будем защищать этот сквер и просить, чтобы здесь не сделали того, что хотят чиновники. Вот они, как я вам и говорил, хотят перерубить все деревья аварийные, и которые не по стандарту. Вот попросим оператора сюда подойти. Вот еще здесь есть вот такая рогатообразная сосна, которая идет с двумя стволами. Но она же не под стандарт. Давайте будем смотреть, чтобы ее не спилили. Вот давайте будем смотреть, курировать, чтобы не спилили ту кривосвольную березу и вот эту вот сосну рогаткообразную. Поэтому, дорогие товарищи, я сейчас вот обращаюсь к мэрии. Очень вас мы просим, не разбазаривайте зря наши деньги. Вот здесь вот сейчас оператора мы попросим, он развернется. Есть фонтан. Называется он Мишка, знаменитый. Да, его надо отремонтировать. Этот фонтан надо отремонтировать. Подсадить деревья здесь надо. Ну ничего, никакую брусчатку трогать не надо. Цветники можно, кустарники сделать и сэкономить наши деньги. А эти деньги, ну, потратить на какой-нибудь асфальт, каких-нибудь дорог. Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. В том числе и нужно ли перекрывать улицу Ленина или ее перенести сюда для того, чтобы проводить мероприятие. Спасибо за внимание. До свидания.